Супрайз, мутафака! Ссылку в описании, а также свой промокод. Сначала проходим по ссылке, кто не перейдет по ссылке, тот потолстеет. Затем применяем промокод. И вуаля, скидка на любую кучу товаров, сколько угодно раз, плюсом ко всем уже имеющимся скидкам. К примеру, сегодня до 45% скидка на монтальную, это единственный день, поэтому в вечности это не заработает для вас, но имейте ввиду. Да, как гусенька, да, как гусенька с вами здоровается. Также проходим по ссылке в описании, применяем промокод и все будет здорово. Итак, предыстория с вот этим флаконом. Вот этот флакон красивый, замечательный, чудесный, который крутится, это паль. Это галимая паль, галимейшая. Почему, вам станет ясно чуть позже. Предыстория. Этот флакон я получил от замечательного в прошлом дружинника, который самоудалился, после, собственно говоря, вот всей истории с палью. Он решил сделать подарок щедрый и выслал мне несколько флаконов. И один из тех флаконов, кстати, был Yves Saint Laurent Bleu Electric, обзор которого у меня был в одном из недавних роликов. Можете погуглить, поискать. И этот Bleu Electric, по отзывам специалистов многих из моих сообществ, он вроде как оригинал. Ну и в итоге и для меня вроде как запах оригиналом спустя год плюс. В то время как пара ароматов, но они 100% были фейками. Первый это был Armani Mania, который пах Armani Cod'ом, причем шмурдиковым таким стрёмным. И крышка не та была, и все не то. При этом бачкод был винтажа, винтажного Armani Mania мужского. Вот. И второй аромат, это тот, который вы видите на картинке, который крутится-вертится. Это бутиковая линейка Dior, как я уже сказал. И аромат называется Boat Arshan. Далее я все подробно расскажу, все проясню. И знаете, вот что касается цвета, я в своем обзоре оговорился, что цвет вроде как не тот. А вот сейчас при таком освещении цвет более похож даже на оригинал. И казалось бы, вот еще один признак в пользу оригинала. Но нет, ребят. Когда вы увидите видео до конца, вы поймете, что нет, оно не так. К сожалению, этот флакон, который вы видите на экране, он был мне предоставлен в виде тестера. Там на донышке есть надписи, что тестер не для продажи. Поэтому тубус я не могу сравнить. Но признаков фейка на флаконе вы увидите предостаточно. Поэтому я думаю, что многим это будет полезно. Не забываем подписываться в наше телеграм-сообщество, который в первом закрепленном комментарии, не в описании. Так мне непривычно общаться не в кадре, не видя вас, грубо говоря. Обычно я на вас смотрю, а сейчас на флакон, который вертится и крутится. Но, тем не менее, телеграм-сообщество, в том числе и антифейк, как раз, где мы определяем подделки. И также Пашка Пашко, наш главный чат, где каждый имеет право голоса 24 на 7 не спим. Со всех уголков планеты у нас там люди. И практически любой вопрос найдет ответ. И у нас там бывает горячо иногда. А также Пашка Пашко, пар барахолка, где вы можете выгодно купить и продать ароматы. А также Пашка Пашко, скидки, где мы публикуем скидки на парфюмки ежедневно, каждый, каждый день. И, 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 ну и, в общем-то, это уже немало. Поэтому приятного вам просмотра. И до скорых встреч. Что же касается египетского Диора, вот этого Буадахжан. Меня изначально его цвет смутил. Ну, я не знаю, может быть здесь и не видно, может быть, может быть и я чего-то там переборщил. Со своим мнением по поводу цвета. Но, в общем, в остальном все клево. И трубочки не видно, вы понимаете. Мне единственное, показался запах шмурдиком полным. Тем более, что я пробовал оригинал. И вот, знаете, я крышку закрывал. И смотрю, видите, вот этикетка. А вот крышка, вот она, она типа, 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 о господи, я на кухне снимаю. Ну, типа, вот она кривенько как-то стояла относительно этикетки. Никогда она так не стоит. Вот оригинал у меня. И всегда, видите, вот крышка, вот сиди логотип и вот этикетка. Всегда это все ровно. Но лишь потом, спустя время, я додумался ее покрутить. Вы понимаете, она крутится. Она не должна крутиться вообще. Более того, когда ты снимешь, она магнитная, ребят, она магнитная. Ты ее, когда снимешь, она встает все равно. Вот ты ее, как ни поверни, она встает полюсом. Вик, вот так вот. И напротив этикетки логотип. Ну, то есть по одной параллельной. Ну, как это сказать? В общем, вы поняли. Центрирован относительно этикетки. Здесь, это я уже потом понял. Чик. И вот он вот так. Чик. И он вот так. Крутишь его, вертишь. И он вот. Вот так вот. После чего я понял, что крышка фейковая, конечно. Ну, а флакон-то, а флакон-то, разумеется, оригинальный. Да, это крышка. Просто так оказалось, так попалось. Давайте я вам сейчас оригинал покажу. Вот снимаешь крышку, да? Поворачиваешь ее вот так вот, допустим. А она... Бац! И она встает ровно. Крышка и этикетка. И ее не провернуть. Вот я ее пытаюсь провернуть, а она... Оп! А она поворачивается. Она всегда по полюсам магнитным встает. Вы понимаете, о чем я, да? И еще я внутрь крышки заглянул. Кстати, вот внешне вообще все прекрасно. Логотип выполнен на фейке великолепно. Когда заглядываешь вовнутрь... Ну вот он, типа, логотип. Я не знаю, сколько вам его видно. Блин, очки я не надел. Ну такой, в общем, логотип. А теперь на оригинале. Вы понимаете, все намного филиграннее. Вот если сравнить эти две крышки рядышком. Вот фейк слева, оригинал справа. Вы видите в оригинале, насколько тоненькие буковки. Дьявол в деталях всегда кроется. Все, что снаружи, оно может быть воспроизведено великолепно. А здесь? А здесь вот так. А здесь вот так. Ну, короче, вот эта крутящаяся крышка. Рандомно, как хочешь. Давайте здесь вот я попробую покрутить. Кручу. А она чик и становится на место. Чик и... Оп! Слышите, щелкает даже. О! А здесь такого нет. Здесь можно ее вертеть как угодно. Да, возможно, с цветом. Ну, я просто знаю цвет Буадахжан. Он такого цвета никогда не был и быть не может. Хотя, допустим, тот же Диор Онуах реформулирован. Он был темно-зеленый, такой сочно-зеленый. Цвета зеленой травы такой, да? Остался сейчас какой-то бледно-желтовато-зеленоватый. Реформулированный, перевыпущенный уже в который раз Франсисом Кюхджаном. Вот. Ну, такое. В общем, бутылочки я сравнивал. Все супер. Только если сравнивать, допустим, вот здесь. Здесь можно заметить вот эти прорези. Я не знаю, камера поймает их или нет. Ну, типа прорези по бокам. Такие типа полосочки. Вот они неровные. Справа вы можете видеть, что они какие-то... Здесь вот они такие, а справа, с правого бока они другие. Здесь же в оригинале оно все прям супер. Хотя шрифты, этикетка, все совпадает. И даже на донышке вот здесь этим лазером нанесенные штуки. Типа тестер, да? Не для продажи. Все прям шикарные. Какие-то значки, которых даже у меня на оригинале нет. Но это ладно. Это они могут их менять от года к году. И так далее. Ну, в общем... А, еще самое главное, знаете, если присмотреться к вот этому вот основанию, которое, ну, закрывает завальцовку, надевается на флакон. Я не знаю, опять же, ловит камера или нет, но под лупой оно все исцарапано. То есть вот этот момент, вот тут, вот самый низ, вот этот, он весь исцарапан совершенно, абсолютно. Может быть, сам флакон оригинал, но его перезаливали, снимали вот эту вот хрень. И не знаю, иначе, почему она зацарапана. Видите вы этого... Или нет, я не знаю, но я под лупой вижу там многочисленные, просто масса царапин, как будто наждачкой терли. Вот. Ну, и крышка точно фейковая. Ну, а так... А так-то парфюм, ну, почти оригинал. Ой, такие дела, ребята. Вот за что мне это все? За что? Почему я должен с этим совсем сталкиваться и все вот это вычислять? Это жесть, конечно. Всем добра. Ну, вот и все. Надеюсь, что действительно был вам полезен. Теперь флакон не крутится. Если вы видите логотип, то смотрите, как он перпендикулярно этикетке стоит и вполне себе прекрасно чувствует, извините за тавтологию, себя. Подписываемся на канал, оцените как-нибудь данный ролик и до новых-новых скорых встреч. Да, гагусенька? А Гагарин? Скрипит. Да, пока. Супер. Ху-ху-ху-ху-ху-ху-ть while Субтитры сделал DimaTorzok